Друзья, всем привет! А сегодня у нас полезные советы и простые самоделки. Присаживайтесь поудобнее, погнали! Как можно совместить обычную рулетку и строительный или канцелярский нож? А очень просто, вставляем язычок рулетки в нишу для лезвия в ноже, как на видео, и у нас получается нож с рулеткой, который удобно применять для резки, например, пенопласта, пенополистирола, гипсокартона или просто картона. Такое изделие есть в заводском варианте, но стоит оно дорого и используется, как по мне, редко. Поэтому мне проще сделать вот по такой простой схеме и не нужно ничего покупать. Для следующей идеи понадобится ненужная зубная щетка, у которой отпиливаем часть щетинкой и оставляем небольшой хвостик. Далее берем щелевую насадку для пылесоса и вставляем туда щетку, так, чтобы она немного торчала. У меня все встало плотно, но если будет болтаться, то можно приклеить на суперклей. И вот получаем насадку со щеткой. Удобно пользоваться, если пыль необходимо немного сбить, или она находится в труднодоступном месте, например, внутри секции чугунных батарей. Если саморез прокручивается в отверстие и не выкручивается, то поможет канцелярский нож, который мы выпираем остырьем под головку самореза и выкручиваем. Далее саморез зацепляется за лезвие и выкручивается. Для следующей самоделки понадобится пластиковая канализационная труба, от которой отрезаем небольшой кусок. Далее вырезаем из нее заготовку, похожую, как на видео. Получаем вот такой поясной держатель для различного инструмента. В моем случае демонстрируется молоток, но можно вешать, например, пассатижи или отвертки, чтобы они всегда были под рукой. Что делать, если нам необходимо склеить несколько деревяшек, а струбцин нет? С этой задачей отлично справляется пистолет для герметика. Просто подкладываем брусочек сначала снизу, затем кладем заготовки и, подложив брусок с другой стороны, хорошенько все зажимаем. Работает отлично, ведь принцип действия у такого пистолета точно такой же, как у быстрозажимной струбцины. Для следующей самоделки возьмем небольшой брусок. Находим на нем середину и также я нашел еще один маленький квадрат из фанеры. Делаю по нему разметку, поставив его в центр. Далее необходимо сделать паз по размерам квадрата с помощью ножовки, пилы или фрезера. После того, как все готово, берем наждачную бумагу и оборачиваем наш брусок. А чтобы она не слетала, фиксируем квадратиком сверху. Получается удобный наждачный брусок. Друзья, вот такие простые самоделки и советы я хотел сегодня вам показать. Если они вам понравились, то ставьте лайки и пишите комменты, что понравилось больше. А если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока! Подписывайтесь на канал! Субтитры сделал DimaTorzok